Всем привет, у нас сегодня в выпуске четверочка Тинни. Всем приятного просмотра, активная, интересная игра. А это Кью, 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 Кью. Мужичок супер потный. Против Спирит, если вы смотрели официалку, то он там просто соло буквально играл. Что творил этот человек? Он был на 2 левела в моменте выше, чем мидер и на левел выше, чем свой керри. Играл очень жестко. Вообще у него там 3 сигнатурки, Тинни Клок Тускарная, пост 4. Вот этот человек, монстр на этих героях. Очень хорош. Вот и игра начинается с того, что он бежит в топ с тиммейтами и просто делает даблкил. Такие дела. Это мистер Кью. С тапочком быстро добрался. Да. Он почти всегда Тос берет себе на первом левеле. На первом левеле Тос, а на втором ветку часто. Тос, видимо, чтобы просто сапом размениваться, кидать его в пачку. Тос подрезали немного. В одном из пачей там рейндж пофиксили, но это его не останавливает. Бежит просто и кидает. Купил себе с ФБ, получается, что он все купил, да? И Сентрик, и Мангус, и Стик на линию. У него 2 билда есть, из того, что я смотрел. Он покупает себе в одном билде ботинок 3 танка, а во втором билде винлей, Стик и 3 танка. Таким образом, он всегда имеет МС на тени, это очень важно. Плюс Стик на некоторых линиях хорош сразу. Тут решил ботинок взять, чтобы, видимо, ФБ сделать. Либо против Шаду Демона хорошо с Террор Блайдом. Ну, в целом, второй спелл и ботинок, это... Комбинация такая незаменимая. Потому что без ботинка ты просто доходить не сможешь до героя, чтобы и КТОС их. Хорошо, как пробили Шаду Демона. Отлично, он ДБ кинул кнопку и по ДБ, и по ШТД. И сейчас нужно пойти забанить маленький Кэмп. Ой-ё-ё-ё-ё, как его хорошо ШД поймал. И молодец на ШТД, был готов. Красота. Увидел то, что Кэмп забанен. Купил себе еще танка. Сентри пока что не тратит. И снова ТОС. И по Рейнджу, заметьте, он не ТОСает на ДБ, потому что не хватило БРНЖ. Ну, это было близко. Стик есть. Да. Ну, надо было, может быть, сразу бежать, давать тычку, но он бы погиб. Потому что нужно было бы еще одну тычку по таврам. Оброкинуть. Да, хорошо. В принципе, ДБ, вот тут самый случай, когда два милишника, это в порядке вещей. Можно с ДБ лейнить, потому что у нее просто дванюка. Где не ТОСает на нее, она там скиллы нажимает. Хорошая линия. Смотрите, как позицию его, смотри. Он постоянно возле ветки туда-сюда бегает. Чтобы, если что, ТОСнуть. И вот поменял немножко позицию, снова в ветках стоит. И снова берет, собственно, третий скилл. Не знаю, это какая-то вот чисто его фишечка. Потому что, ну, в моем понимании... О, еще одна фишечка за синие. Да. Очень много получил, что тут демон. Ой-ой-ой, красота. Ну, тут прям просолочка, конечно, в этом моменте. Красиво. Видел пару раз как тени КОТОСает героя на застаканный большой камп. Там прям отлично получается. Там много очень урона, крипа начинают бить. И вот тут как раз-таки этих крипов хватило, чтобы он добил ШД. Ну, с веткой действительно много дэмэджа, чтобы саппорта разменивать. Ты даешь просто там 4 тычки, тут же выкидываешь ветку. Тут же даешь еще одну тычку. То есть сумишь 6. Ботиненько неплохой такой урон. Вот. И, видимо, поэтому веткой берется. Плюс курьеров удобно снайпить. Ко второму левелу примерно все себе курьеров подносят уже. Они пока там нафармят. Плюс курьеры пока добегут. Надо быть поосторожнее. Снайпер какой-то на ШД. Хорошо, отошел. Но, слушай, попадет. И взорвет. Чуть-чуть. Так, стики подзарядил. Неплохо. Ну, потерял он в любом случае больше. Ману только восстановил. Но у него мангусы есть. Надо еще танго себе нести? Либо в какую-то транквилу выходить? Сейчас. Какой-то, не поймай, как достает? Опять на речке пада? Кто стоит? Да, просто на самом деле он тестает, как будто в самую последнюю секунду вот рейнджей, пока герой не вышел. Кто на тени играл, тот понимает, насколько сильно тос под фикшен. И рейндж 800 это прям очень мало. Стик успел нажать и выйдет. На базу как будто сейчас валить надо, если это не транквилы в курьере. Идет транквилы. Транквилы. Хорошее начало. В топе убил челов в боте. Убил что-то демон. Сейчас главное транквилы, чтобы не сбились. По поводу транквилов, он, кстати, не всегда берет себе транквилы. Он очень часто оставляет себе голый ботинок. Просто тут хорошая игра. И он, видимо, почувствовал, что еще хил таскать лень. Транквилы порегенивают. Выйдет сейчас на руну, подконтролит на актив. На руну воды выбегать можно, только если прям делать нечего. И это сильно подруинит вражескому мидеру. Ну, ему особо делать нечего было, а он регенился. Да, поэтому выбежал. Так порой просто на руну воды не всегда есть смысл выбегать. Подзабанил все-таки. Слушай, с терблэйта можно попробовать пробить. Блин, он очень поздно... Чуть-чуть, ванечка, начал отходить в сторону вышки. Да, да. И под вышкой был бы, и сейчас с киллом бы попал бы, но по итогу заберут. Отлично, четвертый килл. Отличный старт от Тинья. И, возможно, даже... Нет, что-то здесь никак не заберут. Хотя и греча откатывает, кстати. Главное стаки не поймать. Да не, вроде не... Не, просто отойдет. Не заберут. Ну, окей, прервемся пока что небольшую рекламную паузу, и самое интересное еще впереди. Сразу 14 бесплатных сокровищниц каждый день. Порой надоедает играть на одном и том же герое в один и тот же патч, и хочется, чтобы в доте произошло что-то кардинально новое. Например, как абсолютно новый ивент на тесте, где вы можете не просто открывать сокровищницы и хорошенько окупаться, а поднимать за это уровень. Получать свои бесплатные сокровищницы каждый день и выносить от тестиков целую кучу шмот. А докачавшись до последнего уровня, можно получить сразу 14 трежерок для ежедневного открытия. Например, я вот пытался достать чего-то солидного, но сначала не очень везло, потом тоже, а затем случилось. Молния на веса. Правда, сейчас хотелось бы и Мортал Куна Морфа, и теперь, видимо, придется заходить сюда каждый день, чтобы не выпускать свои халявные трежерки. Кстати, по моему промокоду ты вдобавок получишь 15% к любому пополнению и еще топовую сокровищницу от тестиков. Скорее, переходи по ссылке в закрепе, а то скоро этот промокод закончится. Кайф, конечно, на четверочке играть. Когда особенно еще получается на карте активность наводить, просто кайфуешь с игры. Ну да. Ну, кстати, для Тинника в целом игра такая, знаешь, вот он прыгает в кого-то, я представляю, сразу же в него разбег, ШД сейвит, Белка привяжет, и Тимбер очень хорош, пилит Тинника слишком. Неприятно. Вот. Так что Тинник это такой самопожертвенный порой персонаж. И заметь, что до этого вот он, по-разному можно на Тиннике начинать комбинацию свою мутить. По-хорошему, чтобы вы, когда Тоса идти, чела, не нажимали первый скил. То есть вы Тоснули его в пачку, и первый скил у вас остался, чтобы в пачке под крипами опрокинуть этот самый стан. Вот. И он только Тос тратит, ой, стан тратит тогда, когда он Тосом не дотягивается. Вот. А если может дотянуться, то 100% Тосин просто, а потом стан оставит. И по двум еще присыпет. А вот он хочет пойти за ним, да? МС много. Ха-ха. Попытался шедоветку посадить. Он, кстати, умер на Тиннике. Ну, он мог стик-тепаут нажать, по-моему, прям в деревьях Ну, в целом, да. Стику него не вкд был? Нет. Нет. Там, по-моему, ему четко хватало. Да, вот там еще, если на Альт нажать, то видно, что радиус вышки. Там можно найти точки спокойно, где тебя не бьет тавр. Да, да. Слушай, ну, может быть, захотел просто фуловый вернуться, там, полететь, допустим, в мид ботал за бусин. Да, есть смысл просто умереть, но килл для тебя, конечно, не самый крутой. Твой пятый уровень. Тут он просто тангусики передал, вентлайс докупал. Да, по поводу билда, начальный мы обсудили, ботинок либо вентлайс стик. Потом там сентрит тангусы доносит, кларетки тоже очень важно приносить иногда. И ботинок он часто не агрейдит, в этой игре просто хороший старт очень от него. Вот, рейнджа не хватит. Ой, без степки его, после степки, что ты делаешь тут на вилке? Вот так. Хорошая перетяжка. ДБ, к сожалению, не успевал. Подарите на этот тост. Даже если бы успела бы белочка, тут бы, я думаю, приколола бы. И ТП сбивают на ДБшке. Обидно. Так вот, вы ботинок голы оставляете, и как это делает Кью, и покупаете просто быстрый блинк. Это экономия. Тинник мало фармит. Вот, если тинник в моменте просто становится вк крипов долбить, там, минут пять, то это плохой тинник. Поэтому нужно экономить средства. И потом берете фейзы. С фейзами очень удобно на четверке тинники муваться. И, на самом деле, просто фейзы и таймбар. И Кью так и делает, собственно. Потом докупает просто себе фейзы. Супер армированный, супер быстрый. То есть ты прыгаешь, тосаешь, присыпаешь на команду, тосаешь и рисковываешь на фейзах плюс в инлейсе. Очень удобно. Кто играл, тот поймет. Хочет он дальше в боте стоять, но, слушай, тут три героя сейчас, сейчас будет тяжело. Надо какую-то перетяжку. Смотрел на Эмбера. ВТВ может быть Сандер. Они опять тут на сапах, да? Отстаньте. Ну. Хорошо, белка привязала. Да, прям на последней секунде. Да. То есть по максимуму тычек дали и снова вернули его немножко назад на тине. Все, Эмбер приходит. Сейчас можно как-то подраться хорошо. Зачейнил, спрятали. Принеску года тут тимбри. Там у мантимаг пожрал на линии, хорошо. Чего он пожрал на линии? Начинаю теперь. Есть стик. Ну, а последние тысячи кружал, он тимбер добирает. Ну, вот пошла душка. Сейчас время тимбера, да? Он уже раскачан. Какой среди вышел сейчас? Начинать давить просто под товара. Угу, да. Антимаг на самом деле нормально залойнил. Он-то по итогу вышку сломал. Просто у антимага... Да, нет, он не пожрал. Белка просто ушла с этой линии. Потому что наоборот у антимага хорошая игра. Там просто инча киллы забирала, видимо. Да, 3 килла у инчи. У антимага 2 килла только. Но, тем не менее, 4000 у антимага есть. Все, вполне хорошо, вышку снес. Так, теперь нужно искать мугу по карте. Что делать дальше? Вечный актив просто. Пошла охота за сабиком. Хорошо, плюс скилл. Замедлил тб. Вы когда ветку выкидываете, вы заметите. Да что на тимбере тебе надо? Ну дай поиграть доту. Пипец на тимбере голодный. Ну ладно, он, конечно, дефит своего керрублейда. Естественно, нужно ряптить на тимбере на такие вещи. А он еще и дб нашел. Вкусная игра для тимбера. Вообще нечего его остановить. Прими твоя сэмбера. Реже стени, дбшку. Антимага в начале. Очень даю его, на самом деле, и потом. Но инча молодец. Инча просто использует это и с барабанами мид ломает. ДДТБ забрал. Ничего, сейчас заберут. А на спорт желудок, да, кстати говоря. Капец. Десятая минута, 11-12. 12-12 уже. Просто везде, всюду суета, актив. 24 класса, 10 минут. Активно. Да. Пока что ждет, пока что ждет. Обракинулся там по нескольким героям. Вот сейчас можно, да. Хорошая возможность. Хоть и кью очень редко ошибается с ТОСом. То есть даже в кучке юнитов он то снит нужную цель. Порой ты крипа ТОСаешь и в итоге. Не тот таргет умирает. Туда я загулял, немножко не туда пошел. Он тут тимбер. Тут тимбер. Танчик остановил сейчас, если он присыпал тимбера. Невозможно просто под ним драться. Хороший драфт у врагов, чтобы подраться в начале. Ветка у него есть. Антимаг глубоко зашел суженый. Вот по итогу антимаг убивает шуту демона. Ну и чарж на него. Ой-ой-ой, хорошо. Какой тот Тинни просто с подветренной вышел. Кстати, когда КД на Тиннике скиллы, выходите, как кью делает. То есть вы нажали кнопки файта, подведите чуть-чуть. Порегентись, выберите позиционку, дождитесь перезарядки кнопок, а потом снова забегите. Вот и по итогу вот такой вот моментик будет. Приятненький. Ну вот теперь можно и покачаться. Вот когда вы спрашиваете там часто в комментах, когда на саппорте нужно пофармить. Вот возможность есть там крипчика двух убить, запулить самостоятельно. Когда вот актив прекратился, тогда вы идёте качать свой блинг. Видно почему-то было. Заберут. По идее им должно хватать урона, хотя зафилл АТБ нормально подсейвил. Найс. Пойду кутая теперь в плохой позиции оппоненты. Оп, плюс веточка. На 138 урона вылетела. Веткой можно ещё курьеров забирать, не забываем. По направлению просто кидайте. Сейчас за барой пойдут. Барна тоже на фейдах. Ой, чины мимо. Букават. Но они вы не стали выдавить там под вышкой. Сейчас ты пипа делал уже кто делал в Сидепке. Каш. 14-17. Когда в Европу у игроков из Юго-Восточной Азии приехали в Древнику играть. Хотя на самом деле они, наверное, дома сидят в онлайне, просто сервак сменили. Слушай, ну и по итогу Татинник очень хорошо себя чувствует. До блинка совсем чуть-чуть осталось. Он подкопит сейчас. Телепорт покупать не нужно, но будто одного крипа где-то нужно было подкрысить. Потому что он сейчас Тэпнется, а блинка не будет. Может быть, вышку сломают тиммейты? Ну-ка. Под ботом Баринка. Не успеют. Баригенец сейчас и полетит куда-то. Блин, чуть-чуть до блинка не хватает. Да. Я летит на ТБ. У тебя, кстати, маны нет. А унтимага ультимейт имеется. Опа. Да, курпи. У него стих, что ли, был или что произошло? Да. Он прям до конца его холодил, и идеально хватило маны. Какой был бы вкусный килл на Террор Блейде. Тут же у тиммика был бы 8.5, может быть, даже под 9 уровень. Потому что ТБ вообще 11. Ну, ничего. Пинчу в боте проминают. Тиммик бежит на Транквиллах, на Миндлейсе. Го, ребят, го. Раскачка через макшен и первый скилл, так больше урона, если фулл проказ даешь. Макшен и ТОС, он нужен в основном для рейнджи. Он не очень хотел прыгать, да, в бару изначально. Потом... Он тимбера видел просто. Ага. Так Воврема просто уходить начал. Будто бы видел их. Почувствовал. Он увидел одновременно и бару, и тимбера, и... Сейчас собьет фласку. Ой, не заберут. Не заберут. Или не заберут. Не заберут. Все кнопки мира просто выдали. Нормально. Тима с кнопками еще тоже ответит. Там ТБ. Целлари. Нормально так флексит тоже на НЧ. Ой, молодцы рубил ветку. Привязка спала тут же. Да, он же не приураскивает и срубает. Молодец. Вовремя так реагирует. Нормально. Тима супер довольная. Все скиллы в Тиннико потратили. Они теперь просто бегут, нажимают кнопки. Бара без плов, шедо без ульты, белочка тоже, по-моему, ульт тратила. И вот момент, когда можно покачаться. Просто тяпнулся. Тяпнулся на линию, через которую потом побежит. Команде. Юл. Излюбленный его Юл. Но тут Юл, кстати говоря, на себя, допустим, будет коряво работать. Что очень много станов, ты не выйдешь из Стана, тебя убьют. Плюс Шаду Демон ультимейтом не дает. Если он на тебя шедо ультанул, то ты себя не заивалишь. Но Юл тут хорош против Барыча. Барыча можно на Юллить. Снимать ему второй скилл, чарж сбивать. То есть на Тиннике, на самом деле, два последующих артефакта. Это Форстав и Юл. Если Форстав более имбалансный в конкретной игре, то Форсик вот что взять. Итак, с Фейзами и Юллом у вас очень много эмэса. Решил фул проказ дать. Потому что Эмбро просто добьет. Эмбро тут выживает спокойно. Найс. Белось классная комбинация в этой игре. Всеми связками попадает. Да, белка хороша. Какой ранг у человека. Можно идти в высоте на белке. Ну, пошла, наверное, катка. Знаешь, просто пошла катка. Плюс у врагов, ну, да, ситиника. Ой, по трем героям комбинация. Чего я верни, папа, всем завидел. Норм. По поводу прокаста. Если вы нажимаете моментально первый и второй, то от Тоса идет урон Х2. Ой, от Тоса, от Эвилонч, от вашего первого скилла. Собственно, поэтому если вы подбегаете к человечку в упор, нажимаете первый и второй. Если у вас первый замакшен, урон будет на 30% где-то выше. На 30, на 40. Поэтому его всегда и максит. Плюс это все-таки стамп по всем. И есть смысл максить скилл, который по нескольким героям нанесет дэмэдж. Поэтому первый всегда в приоритете. Хотя Гожира, допустим, тоже. Кофилт, он же. Из без костов. Очень популярный Тиник. Он параллельно раскачивает Тос. И порой даже у него на пятом уровне Тос в три. Чтобы как-то, видимо, именно Тоса чаще на тиммейтов. Потому что рейндж по фикшнам очень сильно у второго. Был в свое время. Не знаю, вот Тиник, конечно, очень приятно на этом герое играть, если игра пошла. Но при этом, если вы не понимаете, что на нем делать, где вам двигаться, вы и золота не найдете. Вы будете тем самым Тиником, который будет просто на линии одной стоять и минуты 4 блин качать. А это, если что, руин. Если вы на Тинике, на Шейкере, на Тускаре, стоите и показываетесь. Хороший килл. Нет, чел на ШД, у него, видимо, какие-то личные счеты с Тиником. Он просто по КД. И они все в него бегут почему-то постоянно. У-у-у, как красиво. Подвум пролетелся на Тиммере. Ну, подхейчивает Тиника. Ну, понимают, против кого играют. Ай-яй-яй, не успел лететь. Хорошо, 20-25 счет в кратке. Так вот, на Тинике, если у вас 1000 голды на руках, и вы в моменте просто, когда игра при этом, когда ваш мидер требует помощи, да, чтобы там прессинговать, либо наоборот его давят, или оффлейнер, допустим, хочет как-то агрессивнее играть, вот ДБшка, там, Эмбер, да, хотят вначале драться. И вы при этом просто на какой-то линии стоите, качаете блин, а враги еще это видят, они просто делают, что хотят. У них руки настолько развязаны, насколько это возможно быть. Поэтому вы фармите тогда, когда, собственно, игра позволяет это делать. А в этой игре, то есть, не никогда. То есть, тут просто постоянные файты, Блинк сам накапает. У него небольшой Red Wars, но для Тиника хороший, конечно. Просто вражеские саппорты довольно-таки бедные, поэтому разница такая. Он не стал прыгать, и не чувствует, что там уже Тимбер был, он Белку хотел ваншотнуть хотя бы в размен. Хотя можно-то умереть сейчас. А, Белка уже безжид, безжид уже хищ. Он хотел тоснуть имбера, тоснул Тимбера, красиво. Двух зайцев. Откинул стан по двум, и... Два, один. Блин, будет. Хорошо. Ай, хорошо. Что-то я не допотел. Мог на ШД взорвать. Бара добил Тиника. И Тиник тоже чуть-чуть не допотел. Сейчас объясню. Тут файт закончится. Все, вроде Эмбар подвышел. Во-первых, стак был ШДДемоновский. И ТБ вроде как успевал добежать. Из-за того, что у него ВМС вроде как тоже много. Вот, то есть ШД мог взорвать этот самый единственный стак, который висел. А Тини, если бы увидел бы пораньше, я не знаю, мог ли он увидеть Бара еще пораньше, он бы отошел бы подвышку и развернулся бы сразу к нему. И если под себя крикать тос, то Бара до тебя не добегает, а ты тос еще. Он не видел его. К сожалению. Да, там не было возможности так сделать. Но имейте в виду, вам нужно встать в такую позицию, чтобы у вас Вижен был на этого Бара, который бежит на вас, то есть глубже к Тавру, и развернуться к нему лицом, чтобы разворота не было. И просто под себя спамить тос. Вот, и вы доточните его раньше, чем он до вас добежит. И забашит. Это герой Тини. Бывает такое, что в редких играх, допустим, как Катаоми на Инте из команды Энтити, выходит в кору Тиник. Блин, к Фейзы. Потом купил себе какой-то промежуток, читай там типа Иула, и потом уже понимаешь, что у тебя огромный левел, и очень много нетворца. Ты берешь себе сабельку, разбираешь ее в Аганим, а там уже можно какой-то кристаллис прикупить, если игра на 50-ю минуту затягивается. Там Дайдаус может быть даже появится. Он играет через Транквилы, и очень много Транквилы в этой игре сделали. Так вот посмотреть. По Хапоригену прям. Было бы интересно сводку подвести, сколько Транквилы конкретно вырегинили. Хитпоинтов. Ну, я думаю, он очень много сэкономил на расходниках, купив Транквилы. Да, банально на базу я не бегал. Покупать Тангусы, кстати говоря, на 10-й минуте фласки какие-то себе на теники таскать, это прям... Вообще того не стоит. Лучше на базу сбегать. Че, тратить бабки. Тоснул Тиму, и сейчас задиспелило. Туда я спрятал. Пропал на баре с карты. Нормально, добили. 23-27. Туда хочет убить. Присыпал. Успел тоснуть. И заберут как раз-таки за Тоса. Есть у него Юл. Вот Тиме, когда левел 2 ульту получает, и какой-то Юл у него есть, или Форс, его очень сложно убить, потому что он быстрый, у него много брони. Хорошо нажал кнопочку. Тос подошел. Окей. Так они из ЭТБ пойдут. Надо идти. Отличные 2 кула. Все есть подозрение, что он из-за белка хочет пойти. Пиликает то, что, блин, когда я немножко. Юл, кстати говоря, помогает сетапить героев, чтобы эти мейты успели подбежать. То есть ты блинкуешься, враг начинает реагировать, начинает убегать, ты подъявил его, и потом только комбу кинул. Э? Антимаг. Но на самом деле он тут ошибся на тине, потом не захотел тратить станы, из-за этого, собственно, тратил антимага. И Юл нажать не может, потому что ульташи на нем. Тут же задиспелится. Ошибочка от кью. Ну, либо от антимага, я не знаю, кто у них. Ну, зато антимаг киллы делает. Нормально все. Да, фит какой-то. Слушай, так и тиммер приятел. Как вот враги в одночасье начали проигрывать игру. Было все хорошо. Абсолютно ровная катка. ТБ, нетворс был даже больше, чем антимага. По итогу. Два раза подряд просто всех убили. И убили под базой еще. Думаю, просто сейчас будут хагаломать. Глифа нет у врагов. Ну, и форсик. Базовый форстав. Шудо-демон, конечно, все равно в контрит это немножко. Если будет продолжать, он ультимейтов, наверное, 7 кастанул в тине. У него свои личные счеты. И вот снова тпшится команде, понимает то, что они спокойно ломают, подберет баунтируну, бот запушит. Вот момент подкачи. Можно, кстати говоря, вот становиться на тиннике на какой-то лейн и качать его только при условии, что у вас супер маленький уровень и вам нужно немножко экспы. И при условии, что катка супер пассивная. Вот тогда вы можете пойти покачаться до блинка и левелов поднять. Ладстоун в куре чей-то подрезали. Ну что, форсик, почти есть. Уже не все. Нейтралка у него. Супер имбовая. Первая имбовая нейтралка это на первом тире. Но их две на самом деле. Тамблер стой и Аркейн Ринг. Аркейн Ринг позволяет вам вообще кларите себе условно не таскать. Вы просто по КД под... Ну ладно, таскаете кларите, но маны слишком много от Аркейн Ринга. Вот, поэтому старайтесь этот айтем себе забрать. Тамблер стой тоже имба. 200 маны и прыжок для теника УПи. На втором тире вы либо с первого тире, расставляете айтемы. Либо берете себе Philosopher's Stone. Можно шаль какую-то взять, плетку на манориген. То есть ваша задача быть мобильным либо быть с маной. И эти моменты закрывают нейтральные предметы. Подъюлил, синдрю поставил, присыпал, тоснул. Что да, спрятал. Доберут. Но добьет. И антимаг уже. Просто как игра резко поменяла вообще... Поменяла... Что? Направление, да? То дрались у своей Т2 и резко просто дерутся пока до уражеских Т3. Очень много моментов, которые меняют исход игры. Атини очень любит, кстати говоря, заходить на ХГ. Можно там врагов тосать, по одному убивать. Вот эти мог присыпать сразу. В итоге пришлось форс тратить, потому что не доставал. Он есть у него яульчик подъюлил, террорублей, да причем не себя, чтобы не оказываться в плохой позиции под героями вражескими. Ну еще и тобой подсетапил, тут уже Тимон на него переключается. Сейчас будет блинг, будут скиллы. Эмбер прям под тосом оказался. Кстати говоря, барри чардж можно еще и форстахом сбивать, нажимаю на него форстах. Если и улка, да и станка, да и тос. Красота. Такая вот, судя по всему, быстрая катка, да, раз уже ее они ломают Т4, но при этом она была очень ровная до 22-ой буквально минуты. Да, потом резко изменилось. Ну возможно одна из причин как раз стало то, что Финника так много кнопок тратили. Ну конечно, конечно. Матинник любит, когда в него вот так вот бегут, он просто исполнять может. Ну что, хорошая игра откил. Чувачок молодец. Будем дальше смотреть за ним. Надо будет еще его Тускар записать там Тускар. не менее крутой, чем Тинник. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за нашими стримами, плюс за роликами. Следите за нашими стримами, которые получили страйки. Но разберемся. Да. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.